Яркая, многоцветная, музыкальная. Именно так можно описать премьеру ни драмы и ни комедии, ни Сильва, ни оперета в Приморском академическом театре имени Максима Горького во Владивостоке. Это спектакль по оперете Имра Кальмана «Королева Чардаша» с нестареющим сюжетом про любовь, преодолевающие все преграды. Вообще история музыкальных спектаклей театра, ей 40 лет. Каждый месяц, каждый год происходило какое-то музыкальное явление в театре. Я хотел бы, чтобы здесь, в городе Владивостоке, возник театр музыкальной комедии или опереты. Такой театр с такой труппой позволителен. Это вопрос рождения во Владивостоке музыкального театра. Зрители, пришедшие на спектакль, окажутся в настоящем кабаре, где каждый номер – концертное представление с песнями и танцами, а за кулисами кипят нешуточные любовные страсти между певицей Сильвой и успешным банкиром Эдвином. А неунывающего владельца кабаре сыграл Валентин Запорожец. Еврейский акцент мне дался легко. Я его слышу с 2005 года. Как только поступил в театр, я понял, что когда-нибудь я сыграю еврея. У меня есть еврейская хитрость. Все мои театралы спешим. Чуть вечер взял, чуть-чуть говоришь, немножко поешь. Все. Ни Сильва, ни оперета побила рекорд Горьковки. Для постановки сшили 700 костюмов. Все их придумал художник и сценограф из Москвы Андрей Климов. Мы два года делали этот спектакль. Костюмы я создавал очень долго. Мы начали два года назад закупать ткани. Два года назад мы покупали какие-то ткани, которые шли в связи с нашими санкциями через четыре страны. Доставка была два месяца. Мы долго все ждали. Замахнуться на музыкальный спектакль и поставить его позволили поющие актеры театра. Наталья Овчинникова сыграла мать главного героя. Княгиню Цицелию, которая, как оказалось, в юности тоже была известной певицей Кабаре. Я открою вам секрет. Я редко когда играла маму. Я всегда за какие-то эксперименты. Это только идет в пользу, в рост. И поэтому тут уже я, наверное, применила все свои материнские, нереализованные на сцене эмоции. Конечно же, тут есть над чем поработать. То есть как бы это ревность к сцене, это ревность к молодости, это когда ты хочешь для своего ребенка самого лучшего. Поэтому здесь очень много красок. Это было безумно интересно. Ну и, конечно, вокал. Вокал, ну аперета – это очень сложно. Если на первый взгляд так кажется, да просто песню «Частицу черта» или там «Помнишь ли ты?» – нет. Это очень сложный материал. Не каждый профессиональный певец это может вывести. «Мы спелись» – сделал главный вывод после спектакля Ефим Звенятский. Добро пожаловать на музыкальные премьеры в Приморский академический театр имени Максима Горького. Олег Завьялов, Наталья Фадеева, Денис Фадеев. Новости на восьмом.